МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С тех пор, как отмечает опытный педагог, этот предмет стал частью ее жизни. Ведь общество возлагает на учителей самопознания важную ответственность – раскрыть в каждом ребенке личностный потенциал человека. А для этого детям нужна наша любовь и поддержка. «Если я могу дать все это, значит, и связь с учениками будет многолетней», – считает Надежда Михайловна. Дорогие ребята, у нас с вами в многонациональной стране приветствуем всегда друг друга на трех языках. А еще у нас есть приветствие друг для друга. Давайте споем песенку «Здравствуй, Родина моя». Атмосфера начала урока очень важна для полноценного, доверительного диалога учителя и учащихся. Поэтому в младших классах уроки самопознания обычно начинаются с традиционного круга радости, где дети, читая стихи и тепло приветствуя друг друга, заряжаются положительной энергией. «Не в пути, ты скорей, дружок, расти!» Дорогие ребята, сегодня мы с вами продолжим разговор на тему о доброжелательности. И дома вы должны были прочитать произведение Турежанова «Мать». Поднимите руку, кто прочел дома это произведение. Молодцы! А кто желает нам сейчас рассказать, о чем это произведение, пожалуйста, прошу вас. Ребята, слова автора у нас читает Ян. Пожалуйста. Было четыре часа дня, Небо потемнело от туч, А сильный дождь намочил в дороге, Прозвенел звонок, Из школьных ворот Шумно толпой выбежали ребята, Рядом со школой стояла старая женщина. Она никак не могла перейти в школьскую улицу И уже долгое время мерзла на ветру. Но никто из прохожих и не думал помочь ей. Все торопились укрыться от дождя. Мухтар был известным в школе спортсменом, Капитаном футбольной команды. Увидев пожилую женщину, Он оставил своих друзей и подошел к ней. Почему вы мокнете под дождем? Я могу помочь вам, если надо. Да, да, сынок. Помоги мне, пожалуйста, Перейти в эту улицу. Мой дом на той стороне, Но здесь так много машин И скользко для меня. Мухтар взял старушку под руку И медленно повел через дорогу. Когда она попрощалась с ней, Она подняла руки И сказала со слезами благодарности. Будь счастлив, сын мой! Спасибо тебе! От этих слов Мухтару стало радостно и легко. Спасибо, ребята! Было очень интересно Еще раз познакомиться С произведением Турежанова «Мать». А какие вопросы у вас возникли По этому произведению? Пожалуйста, задаем вопросы. Эсмира. Ребята, а как бы вы поступили На месте Мухтара? Я бы на место Мухтара Помогла старой женщине Перейти дорогу И донести сумки до ее дома. Молодец, Сабина! Ты очень правильно ответила. А еще вопросы будут у вас? Балам! У меня вот такой вопрос. Почему Мухтар помог Старой пожилой женщине? Мухтар вспомнил про свою маму. Когда-то она тоже попадет В такую ситуацию, И какой-нибудь доброжелательный мальчик Обязательно ей поможет И донесет ее сумки. Эсмира, у тебя очень интересные мысли По поводу этого вопроса. И правильно ты ответила. Очень хорошо. А еще вопросы есть у вас? Регина. Ребята, как вы думаете, Какие чувства испытала бабушка, Когда ей помог Мухтар? Она испытывала чувство благодарности, Радости и счастья. Спасибо, Амир. Очень интересный ответ у тебя. А сейчас, ребята, Мы вспомним с вами Казахскую пословицу О доброжелательном и добром человеке. Доброму человеку весь мир родной шанрак. Давайте вместе повторим. Доброму человеку весь мир родной шанрак. Ребята, о чем эта пословица? Как вы ее понимаете? Добрый человек сделает добро, И ему же ответят так же. А живому человеку Он же делает себе хуже. Если человек делает кому-то добро, Ему в ответ другой человек Тоже сделает добро. Дорогие ребята, Вы очень правильно поняли Смысл этой пословицы. А я для вас Приготовила подарок. Я расскажу вам притчу. У одной старой, мудрой, умной женщины Дети спрашивают А почему вы так долго живете? И почему вы так счастливы? А почему вы моложе всех нас? На что старая женщина ответила Я расскажу вам секрет. Для того, чтобы быть счастливым, Нужно все доброе, Что дают вам люди, Записывать у себя в сердце? Сотни нитей, Которые духовно связывают Учителя и ребенка, Это те тропинки, Которые ведут к человеческому сердцу. Важнейшим условием взаимопонимания Являются совместные шаги К новым открытиям. Из урока в урок Дети через мудрые притчи, Доверительные беседы, А также творческие свершения Постигают азы Общечеловеческих ценностей, Как своеобразные инструкции Взаимоотношения между людьми И окружающей средой. Наша команда Улыбка подготовила постер, Каким должен быть доброжелательный человек. Доброжелательный человек Всегда делится своей улыбкой со всеми. Доброжелательный человек Должен быть всегда со всеми культурен И приветлив. Доброжелательный человек Всегда добрый. Поделись улыбкой своей И она тебе не раз еще вернется. Наша команда Радость приготовила правила доброжелательности. Будь приветлив и вежлив. Будь внимательным к людям. Не отвечай злом на зло. Погащай другим их ошибки. Помогай слабым. Учись не только говорить, Но и слушать. Наша команда Любовь подготовила постер На тему Доброжелательный человек Наполнен любовью. Сердце доброжелательного человека Всегда наполнено любовью. Мы идем в дорогой любви и добра. Любовь. Полюбить другого человека Как самого себя. И относиться к нему так, Как мы хотели бы, Чтобы относились к нам. В этом достоинство человека. Ребята, Наш творческий конкурс Завершился. И вы замечательно справились Со своими заданиями. Посмотрите, Какие яркие, Красивые У вас получились плакаты У всех трех команд. Я говорю вам Спасибо. Вы молодцы. Мы поняли с вами главное, Что доброжелательному человеку В этой жизни Всегда легко, Радостно. Все его уважают И любят. Мы знаем с вами так же, Что для того, Чтобы стать по-настоящему Доброжелательным человеком, Надо соблюдать правила Доброжелательности. Ребята, Мы на уроках самопознания Как раз изучаем эти правила. Мы идем дорогою любви и добра. Как это делал Замечательный сказочный герой Кот Леопольд. Давайте вместе Споем его песенку. Дождик босиком По земле прошел Клепый по кричам Хлопал Если я стыден Это хорошо А когда наоборот Плохо Если я стыден Это хорошо А когда наоборот Плохо Слышишь, как меня В небе высоко Солнечных лучей С трудом Если гордый ты То всегда легко А когда наоборот Трудно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...